Привет всем! Сегодня будет домашний влог, как всегда, без какого-либо сюжета, просто будем смотреть, чем же я занимаюсь на самоизоляции. Разберем немножко шкаф, приберемся, расхламимся. Ну а для начала давайте просто посмотрим на кота. И вот спустя месяц самоизоляции я в очередной раз решила разобрать вещи, а точнее хочу прибраться в диване. Тут слишком много вещей, и туда нужно поместить еще кучу вещей. Вот эти зимние мои шарфики, шапки. Зачем только мне столько шарфов, непонятно, по-моему, за зиму носила всего пару раз. Но пока оставляю. Вот, кстати, органайзеры из фикс прайса. Я вам их уже показывала. Вот этот сохранился. У этого, как я уже упоминала, вырывается с корнем ручка. Но, видимо, вес слишком был большой, а так они выглядели первоначально вот так. Здесь у меня моя старая парка. Всякая фигня. Кот играет. Ладно, сейчас буду все это упаковывать. Вот этот пакет у меня из Икеи. Он вакуумный. Хотя, правда, я тут, наверное, не весь воздух выпустил, он все равно меньшее место занимает. Это у меня зимняя куртка, она очень объемная. Здесь еще что-то зимнее. Куда одевать подушку, непонятно. Это подушка и одеяло у нас для гостей. Тоже нужно купить, наверное, вакуумный пакет, чтобы хранилось более компактно. Забралась в диван, расстелила одеяло на дно, так меньшее место занимает. Могла более компактно уложить подушку, только не факт, теперь задвинется ли диван. Здесь у меня зимняя куртка. Что-то еще по мелочи. Шерфы уложила поверх парки. Надеюсь, застегнется и закроется. А места все меньше. А это еще надо уместить. Ну, вроде бы поместилось все. Надеюсь, что диван задвинется. Все удобно, когда в диване есть место для хранения. Очень экономит место в других местах. Особенно, когда у вас много-много вещей. А еще в этом диване нравится в котику играть. Обычно, кстати, этот диван собран в сидячем положении. Но так как мы сидим дома, он в основном у нас теперь в лежачем. Я застилаю плед, раскладываю подушки. Тут можно и кушать, и сериалы смотреть все, что угодно. Наволочки, кстати, у меня из Икеи. Кто-то у меня спрашивал, помню. Они сейчас там тоже представлены. Несколько расцветок. По-моему, помимо этих еще есть желтый. Вот так это все выглядит в прибранном состоянии. Но прибрано это ненадолго. Да. Потому что или кот это все разбросает, или мы с Артемом. Идем дальше. Уже в который раз открываю шкаф. И думаю, что нужно было убрать, наверное, теплые вещи. Например, пальто. Которое я зачем-то достала, ни разу не надев за весну. Но просто уже смысла нет. В нем будет жарко. Надо убрать свитеры. И свитера. Без разницы. Короче, надо все теплое убрать. Хотя погода обычно непредсказуемая. Вдруг еще все это пригодится. Может быть, еще даже рано доставать летнюю одежду. Ладно. Еще подумаю. Кстати, если вдруг хотите, чтобы я сняла видео по смене гардероба с весеннего на летний, то обязательно пишите в комментариях. И я покажу, что я убираю, что оставляю и что достаю из вот тех органайзеров. Летние вещи какие. Вот очередная партия вещей, которая мне не нужна. Скорее всего, просто отвезу в деревню. Ну, или кому-нибудь отдам. И смотрите, что я нашла. Вспомнила, что у меня есть шляпа. Осенне-весеннее. Правда, пыльная. Нужно будет ее почистить. Она смотрится очень классно. Покупала на Алиэкспресс. По-моему, даже рублей 300 или 350 обошлась. Мне у нас в городе продают обычно за 1000 точно такую шляпку. Надеюсь, что у меня будет повод ее выгулять. Ну, раз пошла такая пляска, решила еще прибраться в органайзере для носков. Я, когда его купила, складывала носочки очень аккуратно, организованно. Сейчас просто все сверху накидываю. Типа, к чему рука притянулась, то и беру. Сейчас хочу это исправить. В дальний ряд я отложу теплые носки, которые обычно ношу зимой. Но все равно их периодически надеваю. Особенно, если дома холодно. А в первые ряды выложу те, которые потоньше. Надеюсь, что получится. Носков у меня много. Надеюсь, что все это влезет. Уверена, что вы будете спрашивать, откуда такой органайзер. Он с сайта Simoland. Стоил, по-моему, рублей 190 или 200. Он вообще складной. Раскладывайте, потом тут застегивайте на замочек. Можно компактно хранить, если вдруг вы им не пользуетесь. Итак, носки я достала. Первая задача это поделить теплые на нетеплые. И может параллельно покажу, какие у меня носочки есть. Вдруг вам будет интересно. Пока я раскладывала все носки, кот уже занял органайзер. И пофиг ему, что вот здесь все рвется из-за его толстой жопы. Ладно, это вроде бы можно зашить. Но не факт. Ладно. Пусть сидит. Итак, я разложила носки. Дело это не быстрое. Ну, давайте посмотрим. Здесь я разложила все теплые. Очень много новогодних. Вот эти мои любимые пары, которые так вот совместно. Две картинки. Они из фикс прайса. Очень они мне нравятся. К сожалению, таких больше не продают. По-моему, года два назад купила. И они еще в состоянии. Очень даже прочные. Вот тоже любимая моя пара. Я их надеваю, когда езжу за город, например, на борде кататься. Очень теплые. Вообще, очень много носков я купила именно в фикс прайсе. Есть гольфики. Но они уже тоненькие. Так, давайте пойдем к тонким носкам. Ну, как вы видите, скучные носки. Это не про меня. Ну, разве что есть несколько пар белых. И одни черные. Белые я ношу на тренировку. Такой спортивный вид носков. Вот, в принципе, все, что у меня есть. Хотя нет, парочка, наверное, еще в стирке. И сейчас я еще в носках. Здесь у меня рель. Теперь мне нужно это все обратно свернуть. Потому что я все это распрямляла, чтобы вам показать. И будем укладывать. Когда этот мистер уйдет. Видела бы, мама, чем я занимаюсь. Кот все еще не отдает мне органайзер. Но тем временем я сложила носки. Долго, конечно. Но я смогла. Кстати, носки я храню вот так. Друг в дружке. Так меньше места занимают. Вот так вот. Удобно хранить. Сейчас будем раскладывать. Зимние отдельно. Летние, весенние, осенние отдельно. Но пока будем ждать освобождения органайзера от захвастчиков. Ну ты у меня тут уже все сломал, кот. Ну все сломал. Видите, как легко рвется, к сожалению. Тут у меня еще кисточка лежит. Это кисточка не для покраски волос. Не думайте. Это кисточка, чтобы чистить фильтр у робота-пылесоса. И я ее потеряла. И нашла в органайзере. А до этого все чистила сама. С помощью ватных палочек. А теперь у меня есть щетка. Главное не потереть ее снова. Все, давай вылезай. Вылезай, мне нужно носки раскладывать. Мне нужно носки раскладывать. Ты че? Ты че? Кот, ты же знаешь, что хозяйку кусать нельзя. Все эти мужские разборки ты делаешь с хозяином. А не со мной. Меня кусать нельзя. Глазь. Тема, он меня укусил. Как правильно это? Неправильно. Пусть тебя кусает. Все, наконец-то, разложила. Причем все поместилось тютелька в тютельку. Даже вот сюда можно еще по одной паре засунуть. Как раз в расчете на те пары, которые у меня в стирке, и на мне. Вот здесь ряд получился зимних носков. Я, кстати, сюда приделила еще и гольфики. Ну, потому что они тоже зимние тематики. И некоторые носки, которые, ну, прям уже по сезону не подходят. Хотя они тоненькие. Здесь все летнее, весеннее, осеннее. Вот так аккуратно можно хранить. Кстати, хочу заказать еще один такой же органайзер. Тоже вот с мраморным рисунком мне нравится. Чтобы организовать там хранение колготок и ремней. Думаю, колготки и ремни тоже очень аккуратно скрутить, положить. Тоже будет хорошо храниться. Кот, кот. Отвоевали у тебя, да, эту штучку? Отвоевали? Чего подмигиваешь?